Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. 15 выпускников лицея имени Лобачевского и IT-лицея Казанского федерального университета получили высокие результаты по итогам ЕГЭ 2024. Некоторые из выпускников рассказали, что уроков в лицеях было предостаточно, поэтому к ЕГЭ особо не готовились. Благодаря стараниям, учителей и их заботе, путь к заветным стабалам стал для них чуточку проще. Многие же стали готовиться еще в 9-10 классах, по 5-6 уроков в неделю. Также в ходе выполнения домашних заданий и самопроверки, четкое понимание целей и распределение сил помогли выпускникам добиться успеха. На портале государственных услуг Российской Федерации с этого года можно подать заявку о целевом обучении и заключить договор с работодателем, сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Александр Бибик. Во время обучения целевик сможет получать поддержку от будущего работодателя, а после окончания вуза к нему трудоустроится. При заполнении анкетных данных на портале госуслуг абитуриенту не требуется регистрироваться в отдельных системах каждого вуза. Через портал государственных услуг Российской Федерации в Казанский университет в прошлом году было подано 127 684 заявления. 14 июня в университетской клинике Казанского федерального университета состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Подробнее о сложной работе спасателей в белых халатах и о том, как прошел праздник, узнаете далее. День медицинского работника отмечают в России ежегодно в 3-е воскресенье июня. В этот день поздравляют всех тех, кто давал клятву Гиппократа врачей и медсестер-фельдшеров. В области медицины трудятся миллионы людей, имеющих разные специализации, но всех их объединяет общее желание – помогать тем, кто в этом нуждается. В 2024 году такой важный праздник отмечается 16 июня. В преддверии него 14 июня в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Всех работников медицины, которые не жалея себя, спасают жизни людей и тех, кто обучает будущих врачей, поздравили заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. У вас созидательная профессия, особенная, неповторимая. Человек, помогающий людям. Это всегда такое словосочетание, которое символизирует медика, врача, медицинского работника, любого человека, который работает в учреждении здравоохранения. Дорогие друзья, я хочу пожелать вам сил, характера, множества возможностей для реализации ваших самых смелых планов. Разрешите в этот профессиональный праздник от всей души, от своего сердца поздравить вас. Вы знаете, вы делаете очень сложную, иногда, я бы сказал, наверное, невыполнимую работу, но своими действиями профессиональными вы спасаете жизнь. После приветственных слов состоялось награждение почетными грамотами спасателей в белых халатах. Также в рамках празднования Дня медика ректор Казанского университета Ленар Сафин наградил денежными сертификатами в размере 100 тысяч рублей сотрудников, которые стали родителями в этом году. По словам работников медицинских учреждений, День медицинского работника для них это один из самых важных и трепетных дней в году, когда они могут встретиться с коллегами, поздравить друг друга и получить оценку их напряженной работы. В моем понимании, в мире очень мало профессий, которые востребованы, представьте себе, что случилось что-то невероятное. И кто будет нужен людям, когда нет ни связи, ни света, еще чего-то. Врач всегда нужен. Это самое важное. Но и второй момент. Будет отмечаться День медицинского работника. Причем есть День анестезиолога, День кардиолога, День медицинской сестры. А вот этот день, он как День Победы. Он объединяет всех. День медицинского работника – это мой один из самых любимых праздников, потому что я из семьи потомственных врачей. Моя мама была врачом, аптезиатором. Она преподавала на кафедре туберкулеза в Казанском государственном медицинском институте имени Сергея Владимировича Курашова. Традиционно мы все к нему готовимся, потому что это наш профессиональный праздник, где все мы можем немножко отойти от работы, взглянуть друг на друга, улыбнуться, оценить свою работу, увидеть работу коллег еще раз. Поэтому это всегда подведение определенных итогов, это всегда возможность порадоваться за коллег, за их достижения, потому что все равно каждый труд имеет свой результат. Помимо награждений, в этот знаменательный день для всех гостей провели торжественный концерт, где каждый номер был наполнен благодарностью к такой ответственной и благородной профессии. Также Ленар Сафин отметил, что все врачи, профессорско-преподавательский состав, медсестры, фельдшеры будут награждены премиями. Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости. По статистике, сейчас на Земле более 50% людей имеют карий глаза. Ученые утверждают, что 10 тысяч лет назад на нашей планете все люди были карий глазами. Генетики заметили, что ген карий глаз является самым сильным. Он побеждает гены, которые отвечают за голубой и зеленый цвета глаз. Однако не все так просто. Как оказалось, карий глаз по сути вообще не существует, а все люди на самом деле голубоглазые. Оттенок глаз зависит от радужной оболочки. Это особая структура, которая отвечает за контроль диаметра и размера зрачка. Она ограничивает количество света, которое через него проходит и достигает сетчатки. В свою очередь радужка отвечает за цвет глаз человека. В зависимости от ее пигментации и того, как свет рассеивается, проходя через радужную оболочку, мы видим различные оттенки. Именно поэтому у некоторых глаза меняются вместе с освещением. При изменении яркости и угла падения лучей цвет может стать другим. Сама оболочка состоит из двух слоев. Передний слой называют мезодермальным, а задний – эктодермальным. Первый отвечает за то, какой оттенок принимают глаза. Чем больше там концентрации меланина, тем темнее глаз. При глазах людей на планете больше, в основном 80%. Где-то 8-10% счастливчиков голубоглазых, 2% зеленые глаза. Бывает еще такая особенность, как гетерохромия. То есть по-разному откладывается количество пигментов в правом и левом глазу. И поэтому люди бывают с разными глазками. Один глаз голубой, другой зеленый, например, или голубой и коричневый. Бывают еще у нас альбиносы. Есть такая категория людей, где у них и светлая кожа, и светлые волосы, брови, ресницы. Потому что отсутствует или практически отсутствует количество пигмента меланина в организме. И, соответственно, когда солнечный свет попадает на радужку, вернее, в глаз, то свет отражается от тонкой сетчатки, под которой находятся крупные сосуды, и глаза кажутся красными. Длительное время ученые изучали природу цвета человеческих глаз. В результате длительного исследования выяснилось, что у голубоглазых практически отсутствует пигментация верхнего слоя радужки. Из-за этого она отражает больше света, чем поглощает. Отраженные световые волны короче, поэтому они воспринимаются людским зрением, как голубой цвет. У кориглазых же этот слой сильно пигментированный, что позволяет радужке поглощать больше света. Из-за этого она и кажется темной. Однако нижняя часть радужки и у кориглазых, и у голубоглазых, и у зеленоглазых, и у сероглазых полна меланина. Это означает, что все мы по факту обладаем коричневыми глазами, и под синей радужкой скрывается темный цвет. Цвет глаз меняется, во-первых, при рождении. Доказано, что уже свыше 80% детишек рождаются голубоглазыми. А потом, в течение нескольких недель, месяцев, увеличивается отложение пигмента в радужке, и в зависимости от этого формируется тот или иной цвет радужки. То есть, например, сероглазые детки уже к году определились все, что они остаются сероглазыми. Дальше количество пигмента меняется, и синеглазые детки у нас примерно к полутора годам уже остаются синеглазые. Те детки, у которых корей глаза, немножечко со временем увеличивается количество пигмента, и к трём годам формируется уже основной цвет. Но нужно отметить, что пигмент в глазу, он только коричневый. Его не бывает ни зелёного, ни синего, ни голубого. То есть, просто от того количества, которое пигмент откладывается в радужке, вот от этого формируется цвет радужки у нас. Также во врачебной практике существует мнение, что люди с голубыми глазами в темноте видят гораздо лучше. Исследования показали, что люди со светлыми глазами имеют в среднем на 20% больше палочек в сетчатке глаза, чем люди с карими глазами. Палочки — это светочувствительные клетки, которые отвечают за зрение в темноте. Однако разница в остроте зрения в темноте между людьми с разным цветом глаз невелика. В большинстве случаев люди с голубыми глазами могут видеть в темноте лишь на несколько метров дальше, чем люди с карими глазами. Кроме цвета глаз, на остроту зрения в темноте также влияют другие факторы, такие как возраст, общее состояние здоровья и наличие каких-либо заболеваний глаз. Сам цвет глаз, он на остроту зрения не влияет. Но вот есть такие нюансы, потому что острота зрения вообще зависит от того, как работает сетчатка и насколько прозрачны преломляющие среды. Роговинца, хрусталик, стекловидное тело. Насколько хороша функция колбочек в центральной зоне сетчатки. Но действительно замечено, что люди со светлой радужкой, они лучше видят в темноте. Потому что в условиях одинакой освещенности глаз поглощает больше света, и поэтому они немножечко видят лучше, чем темноглазые. Но с другой стороны, опять же, находясь на ярком солнце, светлый глаз поглощает больше солнечных лучей, и это опасно для сетчатки. У них чаще развивается центральная дистрофия сетчатки. Все люди, по сути, кореглазы, а оттенки радужки – это игра света, которая зависит от пигментации ее верхнего слоя. Изменить ее можно, однако не стоит забывать, что все цвета уникальны по-своему, и каждый имеет право на существование. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с манипуляциями, однако не знал, как правильно им противостоять. Многие даже не догадываются о том, что их собеседник умело держит диалог под своим контролем, создавая лишь видимость чужого участия. Это может привести к тяжелым психологическим проблемам. Тем не менее, если научиться грамотно распознавать манипуляции, есть большая вероятность каждый раз выходить из общения без потерь. Как прекрасна была бы жизнь, если бы у наших собеседников никогда не было скрытых мотивов, а коммуникация была бы честной и прозрачной. Но, увы, так бывает не всегда. Время от времени нам приходится иметь дело и с несговорчивыми близкими, и с настойчивыми друзьями, и даже с токсичными коллегами. Первый шаг на пути к истине, конечно, осознание этого. Ведь манипуляция всегда игра на наших чувствах и эмоциях. К сожалению, в современном мире манипуляция – это очень распространённое явление как и среди молодёжи, так и на людей постарше. То есть понятно, что уже люди такого более зрелого поколения, они опираются на некоторые иные ценности. То есть есть такая ценность как искренность, как общение, то есть как душевное общение. И поэтому, наверное, мы больше сейчас говорим про нашу молодёжь, про студентов. Манипуляторы, подобно иллюзионистам, заставляют нас верить в то, что им выгодно. Всех их объединяют важные черты, которые обличают любую манипуляцию. Когда знаешь, по какому принципу работают эти фокусы, и обладаешь определёнными техниками, то защититься гораздо проще. Человек может преследовать различные цели. Они влияют на то, какие психологические приёмы он будет использовать для их достижения. Эксперты выделяют несколько видов. Среди них – эмоциональное, денежное, развлекательное и даже воспитательное. Что же такое манипуляция и зачем человек делает? То есть мы манипуляцию рассматриваем как некое скрытое послание, когда человек говорит, например, одно, а что-то внутри у него по содержанию, в мыслях остаётся. То есть как будто бы он затаился, как будто бы он хочет кем-то показаться, предположим, не тем, кем он является, когда нужно произвести впечатление, например, молодому человеку на девушку. То есть здесь как бы есть такая сложность говорить о своей слабости, и человек демонстрирует, скажем, свою силу. Большинство людей полагают, что манипулятор – это плохой, агрессивно настроенный человек. Он обязательно озлоблен на весь мир и хамит окружающим. Однако это не совсем так. Если перед вами действительно мастистный манипулятор, он всегда будет выглядеть обманчиво, вежливым, демонстративно открытым и улыбчивым, ведь это ключевые его рычаги влияния. Именно поэтому в древности иллюстрация манипуляции двуличности, лицемерие часто служило изображение античного бога – двуликого Януса. Здесь нужно в первую очередь доверять своим ощущениям. Если у вас как бы есть такая калибровка, вы точно понимаете, что такое хорошо, а что такое плохо. Но если вы в своей системе ценностей ещё не разобрались, то есть что такое хорошо и что такое плохо, и у вас нет ориентиров, тогда будет, конечно, сложно. Тогда, наверное, нужен специалист или старший человек, или наставник, или родители, которые могут вам отзеркалить ситуацию и показать, что вот здесь происходит такая-то история, будь осторожна или как-то вам показать от сестроны. Потому что если у тебя нет выстроенных ориентиров внутренних, ценностных, будет очень сложно не попасться в это. Если с описанием манипулятора и его техник воздействия всё более-менее ясно, то с тем, как противостоять ему – нет. Специалисты рекомендуют обращаться к собеседнику по имени, чтобы расположить его к себе. Важно помнить об этом совете и отвечать на манипуляции с пользой для отношений. Когда вы грамотно реагируете на игру партнёра, манипуляции дают отличный шанс укрепить связь и почувствовать себя лучше. Ангелина Михеева, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. На этом всё. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова